Вот видишь, человека компьютер собрал, и генераторы чинит, и даже у себя дома лифт соорудил, а ты только ломать гораст. А вот и неправда. Вот увидишь. Я соберу себе компьютер, и он у меня будет самым производительным и красивым. Красивым? Ты что, его разукрасишь? А почему бы и нет? Я уже с Андреем договорился. Он-то знает, как обычный серый системный блок превратить в произведение искусства, которое украсит любой интерьер. Системный блок. Такой можно найти в каждом доме. На вид серая коробка. Скучная, пыльная, невыразительная. Но только не для моддеров. Раскрасть свой компьютер – таков у них девиз. И только благодаря фантазии, умелым рукам и подручным средствам они превращают системники в произведение искусства. Мы находимся в мастерской, где Анатолий и Антон переделывают системники. Выражаясь их терминологией, производят моддинг. О том, что это такое, смотрите далее. Пока же мы начнем практиковаться. Термин моддинг, говоря простым языком, означает модификацию системного блока и его внешнего вида. Он произошел от английского слова modify – в виде изменять, модифицировать. Сюда входит создание нового корпуса с нуля, прикручивание новых устройств, деталей, светодиодов. В качестве подручных средств можно использовать картон, акриловые краски и даже мягкие игрушки. Цель – преобразить серый и скучный системный блок, создать из него стильный элемент компьютерного стола, привлекающий к себе внимание своим необычным видом. В основном бывает иногда просто, что надоедает тот же белый ящик, который стоит на столе. Что надо с ним что-то сделать, чтобы он выделялся. И уже с этого настинается постепенно. Уже находят в интернете люди фотографии, появляются свои идеи, начинают их воплощать и с этого уже начинается у всех моддинг. Моддингом Анатолий увлекся, просматривая фотографии в сети. Решил попробовать сделать нечто подобное со своим железным другом. Нашел запчасти, купил краску, взял в руки баяльник и с возгласом «была, не была» приступил к работе. Закончил спустя два года. Сначала там просто окно прорезал, потом ставил оргстекло, потом, когда подумал, там взял его, покрасил. Потом работа шла над подсветкой. Закончил спустя два года. Мы провели подготовительную работу. Перепаяли светодиоды на вентиляторах, вырезали трафарет. Теперь приступаем к основной работе, к покраске системника. Это первая профессиональная работа Анатолия и его друзей. Делали на заказ, вышло ярко и стильно. Основная фишка в подсветке. Внутри системного блока были размещены светодиоды. Их поместили и в вентилятор. А еще вмонтировали неоновую лампу. Делали две недели. Самый трудоемкий процесс был гравировка. Любая гравировка на оргстекле занимает очень много времени. Ни одним корпусом един моддинг. В переделку могут попасть мышь, монитор, принтер, сканер. Данные устройства всегда на виду. И по правилам гармонии не должны отличаться от системного блока. На казахстанском сайте modding.kz представлены работы ребят из Шимкента, которые не ограничились разукрашиванием системных блоков. Пока сайт особо не может похвастаться большим набором примеров, интересных статей, форумом и чатом. Все только начинается. Чуть лучше обстоят дела у моддеров из Узбекистана. Недавно они отметили свое четырехлетие. На сайте представлены интересные работы и описание творческого процесса. Наиболее оригинальной работой мне показалась вот эта сумка для дисков. Просто, дешево и может сделать каждый. Мы подготовили второй трафарет для нанесения белой краски. Сейчас будем приступать к этому. Немаловажный аспект моддинга – техника безопасности. Если ты взялся за внешний вид своего компьютера, помни о правилах. Не спеши и не нервничай. Будь осторожен с техникой. Аккуратность – главное правило в моддинге. Лучше начать тренироваться на стареньких клавах и мышах. Начать нужно, в принципе, с идеи. Какой дизайн хочется именно для себя, какая расцветка. А дальше уже от этого плясать. Уже какое сделать охлаждение, какие цвета покрасить и так далее. И вот наш системный блок готов. Для начала весьма неплохо. Нестандартно, ярко и небанально. Да и потратили мы не так много. Это всего лишь основы. Остальное ты можешь научиться в интернете. Интересные ссылки по этой теме ищи на форуме нашей программы. Продолжение следует...